Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Вот и мы тоже аптечку сейчас будем проверять Чтобы все было чинно, мирно и благородно Вот у нас есть аптечка Итак, что у нас есть в современной аптечке? Пластырь, салфетки, бинт, бензин Да шучу я! Бензина уже нет с конца 19 века А раньше его продавали именно в аптеках Представляете? Можно было заехать в аптеку и заправиться Между прочим, именно так и сделала в Германии В городе Вислах жена Карла Бенца Берта дело в том, что решила заправить первый автомобиль Бензином и отправиться в путешествие В конце 1888 года это произошло Она заправила автомобиль и поехала из города Мангейм В город Фортсгейм и обратно И классно попутешествовала так Я тоже сегодня отправляюсь в путешествие Правда не в Германию, а у нас в Ростовской области В город Каменск-Шахтинский И вот с удовольствием приглашаю посетить этот населенный пункт Вместе со мной посмотрим, что там интересного Здравствуйте! Вторая колоночка Какое у вас топливо? Самое лучшее Тогда заправьте с нашим фирменным топливом и пауэрэйсингом С удовольствием, до полного бака, пожалуйста Хорошо Конечно, с течением времени заправки очень сильно видоизменились Теперь здесь можно и покушать, и заправить автомобиль И залить масло, я не знаю, приобрести средства первой необходимости А вот раньше, когда только они появились, все было немножечко иначе Кстати, в России первые автомобильные заправки появились в 1911 году Когда императорское автомобильное общество заключило договор с товариществом братьев Нобель На сооружение бензиновых станций Ну и в течение трех лет к 1914 году появилось целых 440 бензиновых станций на территории нашей большой страны Конечно, с тех пор много воды утекло, много машин появилось на дорогах И вообще сейчас огромные автомагистрали и автозаправочных станций стало просто невероятное количество Но я вам скажу, что не все они хороши Потому что выбрать и найти на дороге классную, современную, динамичную, полезную автозаправочную станцию Это еще то ремесло И я такую нашла Пойду за водичкой как раз заправиться и можно отправляться в путь Сотни лет охотники за сокровищами и историки Искали затерянный золотой город Эльдорадо А нашла его я Живописное и незабываемое место находится в 140 километрах от Ростова-на-Дону В колоритном каньоне с одноименным названием Озеро Эльдорадо – это одно из голубых озер, которое расположено здесь, в Каменшахтинском Но, что самое интересное, вода абсолютно прозрачная, как говорят Но я лучше на своем опыте, сама лично, прямо сейчас и узнаю Говорят, что озеро появилось благодаря разработкам камня-пластушки Но как бы ни хотели его тут добывать, это никак не получалось Родники наполнили карьер водой, а все попытки ее откачать провалились Так и появилось живописное озеро с чистой водой А затем на его берегу была оборудована турбаза Очень похожая на невероятный древний город Кто ищет, тот всегда найдет И вот, наконец-таки, я пришла к озеру Которое здесь называют озеро Эльдорадо Ну, и как бы логично все напоминает о легендах Которые ходят вокруг этого озера и вокруг города Золотого Эльдорадо Ну вот, черепушечка лежит Все нормально Почему нет? Кстати, про легенды За долгое время существования и мифа о затерянном золотом городе Легенд накопилось бесчисленное множество Нам с Даней нравится история, где нужно утопить двух женщин Красивых, обязательно Чтобы чудовище из озера не вышло и всех не съело Мне кажется, классная легенда Хорошо, что второй красивой женщины рядом нет Просто так себе оператор Поэтому смело можно отправляться купаться Чем я сейчас и займусь Ну, чудище морское Встречай Холодно Как здесь сейчас можно купаться? Если чудище здесь и живет по сей день То я понимаю, почему Потому что просто оно в холоде в таком сохранилось Вообще, я так понимаю, что это Это аквазона Здесь аквапарк И здесь прям лоп и в воду Ух, высоко Класс Здесь можно провести день А может быть два А лучше неделю Потому что здесь есть все, что нужно для отдыха Простого, нормального, человеческого человека А женского человека так и подал Так вот, озеро классное Глубокое, чистое Пляж, песок, еда Все, развлечения Но, увы Почему увы? С радостью отправляемся дальше Да Потому что нас ждет еще Интересные достопримечательности Камень Шахтинска Которые тоже хотелось бы посетить О них очень много пишут в интернете Ну и почему мы еще там не были? Хороший вопрос Поэтому мы отправляемся им Каждый, кто хоть раз совершал путешествие из Ростова в Москву на автомобиле Проезжал мимо Камень Шахтинского И тут увидел огромные сооружения Где много машин Много знаков, атрибутики времен СССР Так вот, это легендарный музей Называется он легенды СССР И многие сюда приезжают, чтобы прикоснуться к прошлому Я думаю, что самое время тоже прикоснуться к частичке того времени Билетов в детство нет А вы не верьте Туда билеты продают у нас Собрали многое, что было в вашем прошлом Теперь мы приглашаем в детство вас Именно стихами сотрудника музея Елены Топилиной Встречают нас в этом уголке славного советского прошлого Музей оказался таким же большим, как и страна советских социалистических республик Ну а как иначе, если он вмещает сотни, а то и тысячи раритетов той эпохи Все, чем гордился советский человек Предметы обихода и кухни Спортивный инвентарь и детские игрушки Всевозможные представители технического прогресса Проигрыватели грамм-пластинок Фотоаппараты Видеомагнитофоны Радиоприемники Телевизоры Пылесосы Предметы Личные гигиены Известные на весь мир Агитационные плакаты И многое-многое другое Масштабу коллекции позавидуют лучшие музеи советского быта Изюминкой коллекции является автопарк из 30 советских автомобилей Здесь представлены самые разнообразные модели От пресловутого ушастого запорожца до правительственных машин экстра-класса В музее легенды СССР есть абсолютно невероятный раритет Именно в этом автомобиле ездила Раиса Максимовна Горбачева С 1985 по 1990 года Представляете? И я сижу сейчас прям в нем И есть документальное подтверждение, что это именно та машина И оснований не верить у меня нет А вот почувствовать важность этого момента И прикоснуться к истории Это очень волнительно, скажу честно 6 метров в длину 5,5 тонн веса Но он комфортный Настоящий лимузин Во-первых, очень просторный Очень мягкие кресла Есть климат-контроль Автоматическая коробка передач Есть даже радиоприемник В народе ее называли неваляшкой Потому что она никогда не переворачивалась У нее всего по два То есть двигателя два, тормозов два Всего по два И если одни тормоза отказывали То начинали работать вторые Такой вот автомобиль был у Раисы Максимовны И теперь он стоит у нас в Ростовской области В музее И каждый желающий может приехать и посмотреть Кстати, не только на него А еще и на остальные не менее классные машины Которые мы тоже сейчас будем посмотреть Естественно, на этом путешествие по музею только начинается Вот, например, ГАЗ-14 Чайка Автомобиль, о котором мечтали абсолютно все Этот автомобиль был подарен Леониду Ильичу Брежневу В качестве трудового подарка В конце 1976 года Но был он не черного, а вишневого цвета Леониду Ильичу автомобиль понравился Но только не его цветовая гамма И он сказал, пусть он будет в черном цвете И с тех пор данную машину выпускали только в черном цвете Кстати, купить ее было нельзя Это была очень престижной машиной И их могли только подарить за заслуги перед Отечеством Ну, собственно говоря, как и ГАЗ-13 Чайку Не машина, а мечта Именно такой автомобиль подарили нашей первой женщине-космонавту Валентине Терешковой Позывной у нее был Чайка Ну и логично, что именно эта машина должна была достаться в награду первой женщине-космонавту Красивая А еще здесь представлен легендарный отечественный автомобиль ГАЗ-М20 Кстати, это не просто полтонны металла Это целая эпоха отечественного автомобилестроения Наверное, одна из немногих, но самых главных побед на этом поприще Культовый автомобиль Победа Это первая машина, которая имела помимо серийного номера Еще и имя собственное Кстати, существует несколько легенд, почему назвали машину именно так По одной из них первоначально машину планировали назвать Родина А второе запасное название было Победа Ну и вот в какой-то момент на обсуждении Сталин спросил И сколько Родина стоить будет Ну и тогда, естественно, вопрос отпал Назвать стали Победой Что интересно, коллекционные предметы здесь представлены не только как отдельные экспонаты Но и в воссозданных интерьерах Они и теперь продолжают жить в привычной для себя обстановке А нам позволяют поностальгировать А вот эта комната похожа на городскую квартиру Все привычно и понятно У меня у бабушки примерно так же было Ну, в общем, обстановка знакомая Помимо того, что здесь просто невероятное количество предметов обихода и быта Здесь еще есть техника Еще техника есть, да Помимо того, что есть автомобили, есть и мотоциклы Вот этот мотоцикл Ява Он очень известен своим появлением в кино Помните, бриллиантовая рука Казадоев Мотоцикл именно такого цвета Ну, конечно, раритетная модель И прикоснуться к ней одно удовольствие Потрясающее место Музей легенды СССР Такое чувство, что я, не знаю, бабушке в гости зашла Потому что так много вещей напоминает о прошлом, о детстве И, естественно, если вы тоже жили в СССР То рекомендую посетить, поностальгировать Ну, а если вы немножечко помолчили Так на 10-20 То обязательно заезжайте сюда Посмотрите, как жили ваши родственники раньше Какими предметами они пользовались Тем более, что здесь их, ну, так много Что, я не знаю, и дня, наверное, не хватит, чтобы пересмотреть Приезжайте, смотрите, наслаждайтесь, вспоминайте А я поехала дальше Надо еще и гостиницу выбрать Ну что, пацаны Продолжим искать место для ночлега Нужно же где-то и переночевать сегодня, а? Как прекрасен этот мир Еще одно место очень популярное Знают его во всей России Байк-отель Созвонились мы с ребятами Решили посмотреть, какие здесь номера вообще Из-за чего весь сыр-бор Света сейчас где-то нас здесь встретит Света, здравствуйте Очень приятно Номер, вот как и обещали Покажите нам хотя бы один Очень интересно посмотреть, что там Отлично Пошли Сюда все стремятся попасть Так, Света отпустила нас Святая святых практически Так, это двухместный номер? Двухместный номер, да Ой, как прикольно Здесь для настоящих байкеров просто Номер Прикольные номера, конечно Даже если ты не байкер Мне очень нравится Есть возможность развлечения дополнительного человека Чистенько, уютненько Я думаю, что очень удобно ехать по трассе И остановиться вот так вот, переночевать Наверняка так многие и делают А, кстати, часто мотоциклисты здесь ночуют? Ночую Байкеры, наверное, приезжают Ну да, я бы на их месте тоже приехала Но он, наверное, туристов все-таки больше привлекает Ну что ж, мне нравится Пошли дальше со мной Пошли Еще одно не менее интересное место Здесь недавно открылась Парк Патриот Здесь можно наблюдать классную технику военную Ну и, естественно, зайти внутрь парка этого И посмотреть, что это, как Чем сейчас и займусь Владимир Владимирович встречает на входе Приятно Новый совершенно отель Буквально, не знаю, месяца два работает Тематичный, как и все здесь Здравствуйте Я, кстати, договорилась с Александрой О том, что она покажет номера Алина, готовы посмотреть номер? С удовольствием Ух ты Неожиданно, как в казарме оказалось Это, получается, это блиндаж Слушайте, ну круто Здесь может расположиться огромная компания людей Стол Нормально Кровать и койко-место Это круто Вот прям почувствую себя в армии Саша, ну это лучшее предложение дня Самое необычное Уж точно Я остаюсь здесь Хорошо Саша, ну я остаюсь у вас Только вопрос Безналичный расчет есть? Да, конечно Отлично Как всегда, со мной моя любимая карта МИР Которая поможет мне путешествовать И вам рекомендую Ну что ж, я отправляюсь отдыхать А вам рекомендую запланировать путешествие в Камен с Шахтинскими Здесь интересно До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин